книга открытым оком тема суды в том 13 вопрос 2793 почему суд не вынес в своем решении когда вы судились с оклеветавшими вас отступниками что сведения распространенные ими не соответствует действительности уж не подкуплены ли были судьи отвечает игнатий тихонович лапкин закулисная скрыта но и такое было издревле книга второзаконии 19 глава с 18 по 20 стихи судьи должны хорошо исследовать если сведели тот сведения ложный ложно донес на брата своего то сделайте ему то что он умышлял сделать брату своему и так истреби зло из среды себя и прочие услышат и убоятся и не станут впредь делать такое зло среди себя тебя просто законодательстве появились иные прорехи и по ним выходит что это личное мнение клеветников и они распространяли только свои мнения а не факт а мнение свои они могут распространять только из заблудшей из плененной дьяволом душе и плененной дьяволом душе заблагорассудится я старался доказывать что не было фактов подавления инакомыслия не абсолютно и никакого а судья говорит что раз фактов не было и я доказал сие по документам и через множество свидетелей то выходит что ответчики их и не могли распространять выходит что я сам против себя привел доказательства невиновности лжецов и клеветников книга второзакония 32 глава 31 стих ибо заступник их не таков как наш заступник сами враги наши судьи в том судьи мало боятся бога а сегодняшние вообще не верующие в подавляющем большинстве бог их упрекает и зовет к покаянию за множество их преступлений против справедливости премудрость соломона 1 глава 1 стих любите справедливость судьи земли правомыслите о господи и в простоте сердца ищите его прок исая 1 глава 23 стих князья твои законопреступники и сообщники воров все они любят подарки и гоняются за мздоев не защищают сироты и дело вдовы не доходит до них нам дано право молиться за врагов чтобы бог их наставил на истинный путь мы не можем пойти теми же путями что и они мы должны в любой ситуации оставаться настоящими последователями и свидетелями его у меня был верующий представитель адвокат профессионал я ему потом и говорю а мог бы ты быть судьей он разъяснил мне что теоретически после определенных экзаменов как имеющий диплом на притом красный он мог бы быть назначен судьей далее я тебе бы дали вести вот это самое мое дело ты как бы вырешил его ему может быть было и не совсем удобно со мной пикироваться по такой теме но я все подводил к тому что поступил ли бы он по совести ибо дело то наше было завалено лживым судьей лживыми ответчиками юрист засомневался с ответом а я точно ответил ему что если бы я не профессионал был у него не защитником представителем как он у меня а его судьей то процесс был бы полностью и выигран потому что у меня на первом месте совесть и евангелие второе послание коринфянам 4 глава 2 стих но отвергнув скрытные постыдные дела не прибегая к хитрости и не искажая слово божие а открывая истину представляем себя совести всякого человека преда богом конечно я говорю не будучи на их месте но в моей жизни не раз были подобные ситуации когда выбор был в сторону свободы или тюрьмы даже и бог мой ни разу меня не посрамил всегда остановился я на сторону совести и библии книга сирахова 7 глава 6 стих не домогайся сделаться судьею чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду чтобы не убоятся когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою чем мы недовольны более всего на что стучим со злости каблуками без тормозные кроют матюгом признаться сможем в том коль не лукавим а если бы с утра нам дали бланк для описания всего как мы хотели не высветит ли ближнего обман задуманный еще в ночной постели по нашему по моему как страшно свой эгоизм под черным флагом зреть распахивать чужую тайна пашню не в нашем ли обличье входит смерть свое подспудное в природно одичалом и заскоруслое с характером беспутным в какую топь отбросит где совесть обличает признаемся ли что мы мертв признаемся ли что мы мертвее трупа но если душу дух святой осветит и доведет к подножию креста признание выдаст я хуже всех на свете час воскресенья с лазарем настал теперь по моему а так ли по христову во свете библии с открытым оком жить плотское взахается жалостно застонет падет самооправдание щит довольство с иисусом в том что есть что допустил случиться иегова я растоптать и в этом видеть честь на горло прихотям мы наступить и готовы войну и мир здоровье и болезни несчастье поношение и осанну откуда бы не плыли и не лезли принять так сделают послушные писанию собою недоволен несмиренным молю о выдержке победной в поражении хватило бы на всех слюны и брения вы исцеляющего то нас с желтогою женит 28 мая 2005 год игнатий лапкин